Я принимаю гостей через Airbnb.com почти 10 лет. С 2017 года я начала принимать гостей через Airbnb.org, который, как известно, является благотворительной платформой. Так началось мое путешествие. С тех пор я принимаю беженцев. Мы приняли у себя 8 разных семей, и до недавних пор у нас жила семья из Афганистана. Они только что переехали в свой постоянный дом. Мы надеемся принять у себя и беженцев из Украины. Конечно, первые волны принимает Европа. Но мы ожидаем, что многие украинцы окажутся и в США. Люди, бежавшие от войны, как правило, пребывают с одним чемоданом, в котором только самое необходимое. Сначала, после долгого пути, они оказываются во временном убежище. Это может быть и спортзал, и чья-то гостиная, или лагерь для беженцев. Это место, где они могут почувствовать себя в безопасности. Их лица отражают боль и грусть от того, что они покинули родную страну и приехали в неизвестное место, где все надо начинать сначала. Как правило, никто или почти никто из них не говорит по-английски. Возможно, дети знают несколько слов. Но, несмотря на языковой барьер, улыбка и, может быть, объятие помогут им почувствовать, что угроза миновала, и расслабиться. Если семья большая и в ней много детей, процесс поиска постоянного жилья может затянуться. В то же время это позволяет нам сблизиться с нашими гостями, которым мы зачастую помогаем с записью детей в местную школу, поисками работы и самого жилья. Бомбардировки жилых кварталов в Украине – это ужасно. Я никогда не могла представить, что стану очевидцем подобной катастрофы. За последние сто лет войн и других конфликтов всегда находились люди, помогавшие тем, кто лишался крова. И это не всегда были американцы. Я считаю, что это наша общая ответственность – протягивать руку помощи нуждающимся. И украинцам сейчас нужна наша помощь. Помощь, оказанная семьям из пяти разных стран – самый важный поступок в моей жизни, если не считать мою собственную семью. Их безграничная благодарность за помощь с интеграцией в американское общество – лучшее вознаграждение, которое только может быть в жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok